Свет, пожалуйста. Камеры, внимание. Мотор. Начали. Журналист, финансовый блогер. Игорь Черняк. Первый заместитель главного редактора российской газеты. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Я думаю, она интересна для всех, кто собирается стать пенсионером или уже пенсионер. А вдумайтесь. Чуть больше 30% населения страны это пенсионеры. Больше 40 миллионов у нас пенсионеров. Да, государство не забывает пенсионеров. И уже только недавно, буквально несколько дней назад, 10% было увеличение пенсионеров. Хорошо? Замечательно. Это 19 360 рублей. И это среднее 19 360 рублей. Много это или мало? А давайте подумаем, есть ли инфляция сейчас. Я думаю, что это мало. Инфляция у нас идет и идет. Давайте мы с вами взглянем на некоторые цифры, которые мы подготовили, и дальше обсудим. По данным счетной палаты, почти половину своего ежемесячного дохода российские пенсионеры вынуждены тратить на продукты питания. Более трети пенсии съедает оплату услуг ЖКХ. 14% уходит на приобретение лекарств и на медицинские услуги. Остается 7%. Их-то и должно хватить на покупку предметов личной гигиены, а также одежду, обувь и прочее. Александр Иванович, вот как вы считаете, какая пенсия должна быть в идеале? Вот на сегодняшний момент. Я понимаю, что вопрос камерный. А может быть, даже больше для юмористов подходит этот вопрос. Пожалуйста. Вы правильно сказали, что для юмористов вопрос. Потому что тут гадание полпалец потолок. Потому что у всех свое представление о качестве жизни. Но, тем не менее, если говорить о медианном доходе, то пенсия должна приближаться к медианному доходу. Это в пределах как раз 30 тысяч рублей. В этом случае человек может справляться с задачами приобретения продуктов питания, оплачивать жилищно-коммунальное хозяйство, приобретать одежду. Если говорить с точки зрения именно качества жизни, то, конечно, замечательно было бы, если бы средняя пенсия, или даже не средняя, я бы сказал так, медианная. Потому что в статистике есть разные понятия. Средняя, это действительно складывание самых низких пенсий, самых высоких. Выходит что-то такое, которое к жизни не имеет никакого отношения. А вот медианная пенсия, это только пенсию, которую получает большинство. Она должна стремиться именно к сумме не меньше 30 тысяч рублей. Ну а что делать тем, у кого ниже медиальный, как вы говорите? У нас система, ну не только у нас, да, в мире устроена по принципу солидарная система. Что это означает? Это означает, что мы, когда с нашей заработной платой делаются отчисления, не накапливаем их на отдельный счет, а это идет в общий котел, из этого общего котла сразу же платятся пенсии тем, кто уже стал пенсионером. И понятно, что есть объективные экономические ограничения, да, связанные с тем, что вот тот объем котла, который должен там наполниться за счет отчислений взносов заработной платы, он связан в первую очередь с состоянием рынка труда, да, то есть с текущей ситуацией занятости. И если заработные платы в экономике низкие, то и отчисления будут низкие, да, соответственно и зарплаты будут низкие. Поэтому вот сегодняшняя ситуация, это наследие, да, там 90-х годов, там начало 2000-х годов, когда заработная плата была настолько низкая, да, считалось вообще, что за труд платить не надо, да, поэтому вот совокупность тех отчислений, которые делалось, они были очень маленькие. Четыре раза, четыре раза мы пытались с вами новую провести реформу пенсии. Зачем? Почему? Кому это нужно? Восемь раз, по-моему, Павлович. Восемь раз, с 91-го года, восемь попыток сделать нормальную пенсионную систему, то есть я... Нет, вы не правы, вы не правы. Я вспоминаю, не правы, вы сейчас будете смешивать, первое, давайте разведем страховую пенсию, да, государственную, и негосударственную пенсионную систему. Так вот, совершенно правильно, так сказать, было сказано о том, что четыре раза было, четыре подхода к этому снаряду. Первый подход, это когда мы ушли от системы советского распределения, да, когда государство отвечало за эти пенсии, оно само назначалось. Ну, скажите, вот еще, только я, вот мне это очень интересно. Когда государство отвечало за пенсии, это правильно или нет? А кто должен еще-то отвечать? Конечно, конечно, государство должно отвечать за пенсии, да, безусловно, так сказать. Вот, а дальше происходили следующие итерации. Вот, основная, как бы, так сказать, эволюция пенсионной системы случилась в 2001 году, когда придумали попытаться совместить несовместимое, да, то есть вот до 2001 года все взносы с фонда оплаты труда шли в пенсионный фонд. И до 2001 года он был абсолютно бездефицитен, то есть ему хватало денег платить пенсии в том объеме, в который они возникали в рамках, значит, сложившегося законодательства. Потом решили от этого взноса 6% оторвать и пустить ее в накопительную пенсию. Вроде бы неплохо, да, но это было сразу же разрушено системой солидарности, да, потому что накопительная пенсия – это индивидуальный счет, да, то есть это значит, что мы сразу же, не позаботившись, как мы будем компенсировать, так сказать, эти расходы, да, вот эти 6% отложили там в негосударственные пенсионные фонды. А дальше, так сказать, начали модерировать с различными изменениями размеры взносов. Потом подумали-подумали, решили, так сказать, что давайте, так сказать, мы сделаем дифференциацию взносов, то есть те, кто получает высокие заработные платы, будут платить меньше, да. И это оправдывалось тем, что вроде бы как бы те, кто… Это правильно, вот то, что… Нигде в мире такого нет. Ответ такой, да, нигде в мире… Вот так вот. Ну, раз это солидарная система, солидарность, она и проявляется в том, что у всех одинаковый платеж. Поэтому получилось так, что, значит, из взноса первоначального условного, да, вынули 6%, потом решили, так сказать, вынуть от тех, кто получает много, там, еще определенное количество процентов, там, у половинив их взносы. А дальше пошла писать губерния, да, то есть стали вводить различного рода льготы, да, то есть это тоже, так сказать, наш ну-хау, да, когда есть взносы, льготные взносы, там, в пенсионный фонд у разных видов экономической деятельности. Если там работники сельского хозяйства меньше платят, работники сейчас вот IT, значит, меньше платят, так сказать, компании, которые, так сказать, работают в свободных экономических зонах. Самозанятые вообще не платят, получается. Самозанятые не платят вообще. Самозанятые – это отдельный вопрос, да, так сказать, это болезненный вопрос, да. Ну, вопрос-то очень важный. Конечно, конечно, да. У нас самозанятых, если я не ошибаюсь, там… Ну, их уже миллионы. Миллионы людей. Да, 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 вот уже, так сказать, заявлено об этом, но, кстати, об этом тоже никто не подумал, да, хотя это не объявленная реформа, но, по сути, это реформа, да, очередная. И получается, что у нас количество людей, которые платят в пенсионный фонд, да, так сказать, сокращается, сокращается и объективно, когда снижается количество трудоспособного населения, сокращается и за счет вот этих льгот, да, или вообще отсутствия, так сказать, платежей. Я уже не говорю о том, что у нас порядка, по данным Росстата подчеркну, да, 20, там, где-то, так сказать, миллионов, 19, 20, разные оценки дает. людей, которые вообще не платят в пенсионный фонд, не имея статуса ни самозанятого, ни трудового. То есть это черная замата, да? Да, я хотел, Володь, вот скажи, пожалуйста, вот твое отношение к этому, тебе не кажется странным, что постоянные реформы, самозанятых забыли, при всем том, что уже было 4 реформы, а про них забыли, хотя о том, что нужно развивать бизнес и свой, маленький, личный, об этом говорит и президент, и председатель правительства, да все говорят об этом. И в то же время о них забыли, бог с ними. Что делать-то в этой ситуации? В этой ситуации, мне кажется, надо сделать, я не знаю, как это сделать, чтобы те, кто выдумывает и проводит в жизни пенсионные реформы, имел бы к ним настоящее человеческое отношение. Я помню... Жил на пенсию. Жил на пенсию. Это уже... В редакции к комсомольскую правду как-то пришел один большой чиновник, которому было поручено этим вопросом тоже заниматься. И вот он пришел такой скучный, такой печальный, рассказывать этим журналистам вот эту опять историю, как должна формироваться пенсия. Была очередная реформа. Я говорю, нет, ну расскажите. Он говорит, дайте лист бумаги. Дайте ручку. Ручку взял. Сейчас я вам расскажу. Он полчаса рассказывал со скучающим видом. Он рисовал цифры, стрелки. Мы поняли из этой истории, журналисты, простые комсомольской правды, поняли ровно одно. Нельзя таким людям с таким отношением к старикам, к будущему страны, к пониманию вообще, чего ты делаешь. Нельзя ни черта им поручать. Потому что провалят все к чертовой матери. Провалят. И провалил таки. Благополучно. Спор идет между вами. Восемь раз провалил. Или четыре раза провалил. Нет, давайте мы послушаем, что на улицах сейчас говорят люди более-менее молодого возраста. Думают ли они о том, что их ожидает, и как они вообще оценивают эту ситуацию. И затем сразу продолжим с вами, коллеги. Пожалуйста. Я их уже две получаю, а размер не знаю. И от чего она зависит? От благосостояния государства и общества. От стажа, наверное. От стажа. И все. И от, наверное, от той зарплаты, которую сейчас получаю, от размера оклада, и сколько, соответственно, работодатель перечисляет все эти пенсионные фонды за меня. Я не переживаю. Потому что о своей пенсии буду заботиться заранее. Буду откладывать деньги, чтобы позаботиться. На пенсионный фонд рассчитывать не стоит. Так у нас меняется все. То надо было до 60 лет работать, сейчас до 65. А что будет дальше? Я боюсь, что еще изменится это несколько раз. Тысяч 15, наверное, будут платить. Сколько там? Я не знаю, как на эти деньги жить. Ну, размер своей пенсии я, конечно, не знаю. Пенсия, а так, от чего она зависит? Конечно, от стажа, от этих отчислений, которые мы делаем на протяжении жизни. Ну, она еще социальная, по-моему, есть. На самом деле, знаю, где взять эту информацию. Примерно понимаю, с чего он складывается. Но, вот, чтобы назвать цифру, нет, не готов, потому что, ну, вот, долго еще работать. Я думаю, в связи там с нынешними там ситуациями разными, да, в стране и в мире думать, ну, мне в мои 43 года о пенсии еще рано. Честно говоря, до пенсии еще жить-да жить, поэтому даже не считал, не смотрел. И, как бы, знаю, что людям тяжело жить на пенсию, да, и, как бы, они параллельно работают. В теории это знаю, конечно. От чего? Ну, от моего заработка, который я сейчас получаю на официальной работе, от 13%, которые отчисляются государству, и с моей зарплатой официальной, официальной части. Ну, то есть, если я работаю условно неофициально или нетрудоустроенно, то, как бы, и пенсии, в принципе, у меня не будет. Но, вообще, мне кажется, сейчас непонятно, будет ли это официальная часть какая-то пенсия. Не знаю, какая пенсия будет. Работаю, плачу налоги, как бы, ну, рассчитываю на то, чтобы пенсия будет достойная. Александр Иванович, правильно они понимают или люди совсем запутались? Прямо совсем каша. Налоги это одно, пенсия другое. Действительно, у нас пенсионный, как бы, размер пенсии зависит от нескольких факторов. Первое, это продолжительность стажа. Напомню, что не меньше 15 лет должно быть стажа для того, чтобы иметь право на страховую пенсию. Нет этого стажа, до свидания. Получаете социальную пенсию, которая наступит через 5 лет после официального пенсионного возраста. То есть, для мужчин это уже 70 лет. Ну, естественно, она будет ниже, чем страховая. Второй момент, это количество баллов, которые начисляются. Да, кстати, вот за каждый год там по баллу идет. Соответственно, дальше, так сказать, количество баллов зависит, предельное количество начисления баллов за год это 10. Зависит от размера заработной платы. Чем выше заработная плата, то есть, она должна быть, кстати, больше мрота. То есть, 2 мрота, 3 мрота, 4 мрота и так далее. Но, максимально, количество баллов, которое будет в течение года зачислено, это не больше 10. Вот как бы дальше вы там зарплату не получали, так сказать, вот 10 и все, предел. Ксения, вот скажите, пожалуйста, ну, все-таки, вот как оценить то, что говорят сейчас люди на улицах? Вот некоторые говорят, я откладываю, и вот на старость мне будет. Ну, давайте подумаем, если мы сейчас вот так вот с Игорем, когда мы там жили, да, откладывали бы советские рубли, то, наверное, сейчас бы они вообще... Ну, смотрите, если бы вы просто откладывали рубли, то это, наверное, было бы действительно бессмысленно, учитывая, что сколько всего прошло, да, и эти рубли превращались в периодически фантики. Но если бы вы, например, условно, купили, например, квартиру, да, и сейчас ее сдавали, то, конечно, это была бы, ну, условная пенсия, да, я думаю, что часть пенсионеров, может быть, так и живут, какую-то инвестиционную деятельность, возможно. Вы знаете, я вот посмотрев и послушав, у меня вот такая мысль появилась, то есть получается, если вот сейчас нынешние пенсионеры, которые получают копеечки, получают их из общего котла, в который мы складываем, да, в этот котел, получается, что вот все вот эти люди, которые так любят рассуждать, бедные пенсионеры, но ведь это мы, получается, виноваты. Мы, молодежь, получается, мы, люди, условные мы, да, наше поколение, кто получает зарплату в конвертах, кто там не платит пенсионное отчисление, получается, в этом тоже в нашем вина. Ведь если это деньги вот поступил и тут же отдал, а поступило мало, то есть с одной стороны, как бы, мое поколение, да, мы думаем, да, чего платить эту пенсию, мы ее потом все равно не увидим, все равно это никуда не идет. Большинство так думает. Я сама думаю о том, что я не могу рассчитывать на эти деньги, я не могу рассчитывать на эту пенсию. Но в то же время здесь, получается, должна быть некая социальная ответственность, что да, я, может, их и не увижу, действительно, но я хотя бы сейчас накормлю этих пенсионеров, которые сейчас получают эти деньги. Ведь так получается? Так, Игорь, ну вот скажи, а наше-то поколение, которое уже приблизилось, уже прямо стоит у черты, мы-то как в этой ситуации должны жить и думать о пенсии? У черты следующего забега, я думаю, очень много. Вы знаете, такой анекдот я вспомнил, сейчас пока слушал, что Бог создал обезьяну и труд для того, чтобы получился человек, а пингвин сразу получился удачно. Так вот, те люди, которые предпринимают попытки улучшить пенсионную нашу систему, они мне напоминают эту обезьяну с трудом, которая долго водится, пока, к сожалению, получается не лучшим образом. Я согласен, что очень непрозрачная система, очень запутанная, люди не понимают в этих баллах, люди не ориентируются. Ну, казалось бы, ну есть же мировой опыт, вот человек работал 30 лет, он за эти 30 лет заработал энную сумму денег. Откройте ему персональный счет накопительный в Госбанке каком-нибудь, Госбанк дает гарантию, просто лучше бы это был Госбанк. И пускай, там эти денежки копятся. Вышел он на пенсию, шлеп, ему открывается возможность, пожалуйста, дорогой друг, пользуйся, сколько, посчитаем, возраст до жития есть, у нас есть возраст до жития, разделили, получай, сколько тебе положено. Умер, не дай бог, эти денежки переходят твоему сыну, твоим каким-то наследникам. И они никуда не теряются. Что сейчас с этими деньгами? Куда они деваются? То, что было предложено, это накопительная система. Это значит, надо, вот в какой-то момент, вот предположим, мы завтра приняли решение, что каждый, кто хочет выйти, будет выходить на пенсию, теперь накапливать себе индивидуально. Значит, с этого момента мы все взносы, которые раньше шли в пенсионный фонд, должны раскидать на их личные счета и не тратить. И тогда нужно найти... Почему? Они могут работать эти деньги? Нет, а вот эти бабушки, бабушек, на что кормить? Они будут работать на вас. Они будут работать на государство. Они будут сначала работать на вас, а те банки или тем там инвестиционные фонды, куда вы вложите эти деньги, будут их направлять на покупку ценных бумаг, в инфраструктурные проекты. Вопрос 42 миллиона пенсионеров. Они-то за счет каких источников должны, так сказать, те пенсии, которые они уже заработали, получить? То есть, соответственно, возникнет проблема, когда нужно найти будет 13 триллионов рублей, ниоткуда, да? Да, просто ниоткуда, да. Понятно, что, так сказать, это не теоретически, не экономически невозможно. Это раз. Второе. Такой эксперимент уже был. Это Чили. Вот Международный валютный фонд, так сказать, нам очень активно советовал в начале 90-х годов как раз пойти по этому пути. Первый же экономически серьезный кризис в Чили показал, что те фонды, не государственные, пенсионные, которые хранили эти деньги, а банкротились, денег нет. Класс. Да, и, соответственно, так сказать, платить пенсии не из чего. Я приведу и другой пример, да, так сказать, это корпоративные фонды, там, США, да, то есть, вот крупные компании, такие как Райслер, Форд, там, Дженерал Электрик, так сказать, вот когда они в 2008 году, так сказать, столкнулись с кризисом финансовым, многие из них потеряли активы, потому что они были вложены в ценные бумаги, и оказалось, что профсоюзы, а, кстати, там, профсоюзы владеют этими фондами, да, они государственные, не могут расплатиться по тем пенсиям, которые уже назначены, там, работникам этих корпораций. Поэтому во всех странах нормальных, думающих, так сказать, о своих заслуженных людях, да, в основу пенсионной системы кладут государственную обязательную страховую систему. Давайте я еще хочу вам некоторые цифры показать, и дальше продолжим нашу беседу. Большинство россиян надеются обеспечить себе достойную пенсию, начиная откладывать на нее в трудоспособном возрасте. Не намерены заниматься накопительством 28% будущих пенсионеров. 12% могут похвастаться тем, что у них уже есть необходимое средство, и только 4% наших сограждан пока еще не определились со своей пенсионной стратегией. Лучшим способом накопить на пенсию 28% россиян называют открытие в банке вклада или накопительного счета. Еще столько же намерено вкладываться в покупку акций, облигаций и недвижимости. 22% доверяют только наличности под подушкой, причем исключительно в валюте. 7% тоже за наличные деньги, но в рублях. Чуть меньше 6% наших граждан хранят свои пенсионные сбережения на обычном счете с банковской картой. Ну, смотрите, это вот приблизительно то, о чем мы уже начинали говорить. Здесь в цифрах это показано. Ну, вот, знаете, здесь очень важный вопрос. Люди, которые говорят, я планирую этим заняться. Вопрос, они когда планируют? Есть такой очень хороший термин, сложный процент. То есть не я его придумала, это известное, да, волшебство сложного процента. Но заключается в том, что проценты нарастают процентами. И чем более длительный срок это происходит, тем лучше результат. То есть если вы, например, начинаете там инвестировать или просто копить на вкладе, или, ну, неважно, что-то делать с деньгами. Если вы там за 5 лет до пенсии, ну, у вас не будет ни этого волшебства. А если вы за 30 лет до пенсии этим занялись, волшебство случится. Вот в этом вопрос, когда люди планируют? То есть в 40 лет, или там вот сейчас мужчина был, вот ему, ой, 42 года, да сколько там еще до пенсии? Да немного у тебя до пенсии осталось, если вот... Раньше я думал думать. Чуть-чуть. Мне кажется, что государство, оно немножко так побаивается подступать к этой проблеме, потому что она действительно комплексная. Есть наследие прошлого, да? Есть вот, о которых коллега и очень правильно говорил, все нам, так сказать, абсолютно грамотно рассказал. Как и почему там все не так просто, да? Есть, наконец, в государстве у нас сейчас некоторая боязнь социальной справедливости взять, да и навести ее в конечном итоге. Вот что важно. Вот потому что вот все эти вот истории, ой, а как тут будет, а как тут будет, они очень сильно бьются с тем, как сколько россиян, которые в России или за пределами России сейчас почему-то оказались и так далее, вообще не думают ни о какой пенсии. Они тут думают, куда пристроить их гигантские яхты, на какие сейшельские острова. Вот! Понимаешь? Так я тебе, а не кажется, что еще причина в том, что у нас такое количество, так называемых, олигархических денег уехало туда? Уехало здесь совершенно, я абсолютно согласен. Другое дело, что я тут за холодные расчеты и холодный ум, и надо посчитать, сколько вот наш уважаемый эксперт говорил, там каждый раз, каждый год возникает потребность там в нескольких триллионах рублей, да? Для того, чтобы, да, вот это вот, конечно, надо посчитать, если мы реквизируем все яхты, если мы реквизируем все, и отнимем у этих, значит, мироедов, кулаков, это все отнимем. И тогда, и тогда будем богатые, но тогда... И как вы считаете, будет такое? Подождите, подождите. Я, честно говоря, против... Мне кажется, большевики с этого начинали, да? Мне кажется, в нашей истории такое было. Искулачивание называлось это. Первое, надо понимать, что любая, так сказать, система пенсионная, она должна, конечно, включать элемент социальной справедливости, но он должен лежать немножко в другой плоскости. Откуда берутся, еще раз вспомним, деньги на пенсии? Пенсия финансируется за счет заработных плат. И вот основная проблема нашей экономики уже длительный период времени, это низкий заработный плат. И вот как раз та тема, которую вы сейчас подняли, это как раз и называется социальная дифференциация, социальная несправедливость. Когда необоснованно людям труда платят маленькие заработные платы для того, чтобы конвертировать вот эти сверхприбыли, так сказать, вот не туда, куда надо, а туда, куда не надо. Понимаете? Поэтому, если мы посмотрим с вами дифференциацию заработной платы в тех же самых странах, которые оказались выше нас по пенсионной системе, она совершенно другая, там такого нет. Там достаточно, так сказать, высокая доля людей, которые получают хорошие деньги, хорошие доходы. Поэтому 40% коэффициента замещения, который считается Международной организацией труда как стандарт, норма, это достойная пенсия. А у нас, если мы берем ту же самую медианную заработную плату 30 тысяч, да, так сказать, и считаем от нее 40% коэффициент замещения, мы получаем даже меньше 19 тысяч средней. Да, да. Еще меньше. 30 тысяч это средняя заработная плата по стране получается сейчас цифра? Поэтому я сказал медианная заработная плата, так сказать, не средняя, да, вот, медианная. Это то, что, так сказать, ну, наиболее часто встречающаяся там в экономике. Поэтому в первую очередь надо наводить порядок, что называется, социальную справедливость, это рынок труда. Есть еще такая категория очень большая у нас, это работающие пенсионеры, да, которые вносили такой же вклад в эту огромную корзину, которую, значит, все сбрасывают и продолжают, да. Но почему-то им пенсии это не индексируется, они получают меньше. Вот, кстати, абсолютно несправедливо. Этот вопрос уже десятки раз поднимался. И до президента доходил. И президент уже соглашался с этим. Но министерство финансов, еще ряд каких-то структур, они стоят на своем, что нет, будет так. Вот. Ну, это жуткая совершенно несправедливость. Ну, пожалуйста, вы считаете, люди же, почему они идут работать? Потому что хочется нормально жить, хочется сводить концы с концами. Потому что сложно прожить на этим небольшую пенсию, которую, прямо скажем, у нас, у многих. Вот. Боитесь вы, боитесь вы, что они хорошо заживут? Ну, давайте мы отсечем часть. Ну, хорошо. Если ты получаешь 100 тысяч рублей, то ладно, бог с ним, тогда тебе не положена индексация. Но если ты получаешь 30 тысяч зарплату, тогда, наверное, не надо тебя вот так вот ограничивать. Давайте мы сделаем двух точек. А можно я пример приведу конкретно к вашей? Нельзя запускать дискриминацию. Какая разница? А, вот, видите, дискриминация здесь. Ну, действительно, сколько? Какая разница? Ну, конечно, дискриминация. Я буквально ехала здесь на программу и разговаривала с моей мамой. Моя мама пенсионер по возрасту, уже ей 61 год. И она учитель в школе в Челябинске. То есть вот самый, можно сказать, простой человек. Да, она работает, потому что она говорит, я не могу прожить на пенсию. Да, этой пенсии мне будет мало. Я говорю, мам, а сколько у тебя пенсия? Она говорит, ну, так как я работаю, да, замкнутый круг, а пенсия 14 тысяч. Аж целых. Ну, ты же работаешь, зачем тебе пенсия? Друзья, мы с вами сейчас говорим о России. Я бы хотел вам предложить посмотреть, а как живут пенсионеры, что с пенсиями во Франции. На связи корреспондент ОТР, во Франции собственный корреспондент. Пожалуйста, Владимир Дашевский. Здравствуйте, студия. Бонжур, студия. Бонжур, бонжур. Я смотрю, все улыбаются, наше здоровье у всех хорошее, это самое главное. Если говорить о французской пенсионной системе, она имеет довольно непростую структуру, множество нюансов. При этом любой француз по достижению пенсионного возраста, который сейчас на данный момент 62 года, имеет право на пенсию, независимо от своего стажа, от наличия стажа. То есть это пенсия по солидарности в размере 800 евро, которая с 2006 года заменила минимальную пенсию по старости. Кроме того, после смерти одного из супругов французы имеют право на часть пенсии своей жены или мужа. Это тоже очень важный аспект. А какую часть, Владимир, какую часть? А там расчет идет определенный. Но, насколько я помню, по-моему, это где-то, если их вот двое в минималке, у них получается где-то примерно около 1300 евро. 1300 евро получается. А инфляция как-то сейчас влияет на пенсию? Какие-то есть? Ну, может увеличить? Сейчас очень большой вопрос стоит с президентом Франции, с Макроном, потому что очень много идет дебатов по поводу того, чтобы увеличить пенсионный фонд. Во-первых, сначала до 64 лет, а вообще разговор идет к 2023 году до 67. И это, конечно, вызовет бурные демонстрации во Франции, потому что французы все эти нововведения принимают очень плохо. Но в связи с тем, что сейчас будут выборы в парламент, а многие рассчитывают, что социалисты займут большинство мест, то, конечно, все эти нововведения не пройдут. Что еще можно сказать? Что нужно иметь обязательно стаж не менее 41,5 лет, то есть практически 42 года. Это 166 кварталов. И тогда вам начисляется, будем так говорить, пенсия в 100%. Это от вашей зарплаты примерно 50%. А дальше есть другое начисление, это есть специальные кассы, которые либо вас котируют как работника через компанию, либо непосредственно вы сами имеете право войти в эти кассы и платить дополнительные деньги, и у вас котировка будет другая. В общем, как говорят французы, чтобы понять, какая у тебя будет пенсия в конце, это такой, говорит, кастет, то есть сломать голову. Есть специальные калькуляторы, с помощью которых вы вставляете все ваши места работ, должность, сколько лет проработали, коэффициент, и в конце концов вы получаете, будем так говорить, вашу пенсию, которую вы получите. На сегодняшний момент средняя пенсия во Франции составляет 1340 евро. Коллеги, вопросы, пожалуйста, когда вы еще зададите вопрос, что с пенсионерами делают и как живут? Учитывая, что высокий уровень жизни и цены другие, в целом вот этих денег и хватает на жизнь? Вот. Значит, смотрите, пример. Джерар Портор, ну, француз, друг, я его хорошо знаю, он проработал более 40 лет на компании Матра, Сажемовская компания, он был техническим специалистом. Он мне сказал, что он получал практически 4000 евро черными. На сегодняшний момент, ну, у него там большой коэффициент и так далее, он получает порядка 3000. То есть он себя чувствует нормально, но... Пенсию, пенсия, 3000 евро, пенсия, да, 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 чистыми. Но из этих денег он должен заплатить квартиру, хотя квартиру какую-то часть платит ему компания. Но все равно. Ну, я могу сказать, что зимой, зимой он никогда не включает электричество. Вот это интересно. То есть у него дома плюс, ну да, отопление, плюс 15. Это вот мы говорим про те времена, когда отопление стоило еще каких-то вразумительных денег. Так как сейчас все как-то пошло вверх. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир, за информацию. Здоровья вам. Спасибо. Хочу пенсию как в Париже, а квартиру я хочу как у нас. Вот такое мое желание. Вот видите, в каждой стране, тем не менее, есть свои нюансы. Александр Иванович, ну, как вы считаете, где лучше система? У нас или вот как в французской в данной ситуации? Не надо забывать о том, что, конечно, жизнь, например, в Париже очень дорогая, поэтому большинство пенсионеров, это характерно для всей Европы, после выхода на пенсию перемещается в регионы подешевле. Например, британцы давно уже освоили южные берега, то же самое Испания, Португалия, дешевле жить. В Париже очень многие живут там постоянно, но такие есть возможности. Поэтому, конечно, нужно говорить о том, что нам нужно здесь решать проблему. Словно государство, так сказать, определенные шаги делает, да, то есть, например, у нас более низкие налоги на ту же самую недвижимость, да, там для пенсионеров есть льготы соответствующие. В некоторых субъектах Российской Федерации есть программы поддержки тех же самых пенсионеров. Но понятно, что вот размер этой поддержки зависит от того, насколько развит регион, да, то есть вот он дотационный или недотационный. В дотационных регионах, ну, там практически ничего помочь не могут, да. Поэтому, конечно, это тяжелейшая проблема, и вот в связи с этим наши люди, даже имея стаж там и в 40 лет, да, работая, ну, вынуждены продолжать трудиться, продолжать трудиться. И, кстати, когда вот мы затронули тему индексации, государство, пенсии работающим, да, государство от этого теряет, да, почему? Потому что пенсионеры что делают? Они формально вроде бы прекращают работать, да, ну, идут в неформальную занятость, и тем самым, так сказать, никаких доходов государства от этого получают. Игорь, а вот что ты думаешь по ситуации, это изменение возраста пенсии, выхода на пенсию? Я вот сам на этом погорел, то есть я пенсионером не стал, вот так бы стал, а сейчас еще вот 5 лет, да, 5 лет. Так что что, ну, ничего, выживем, мы еще не такие. Нет, ну, с другой стороны, смотрите, ведь что получается, это означает, что люди живут дольше. Это тоже очень важный момент. Что значит стало много пенсионеров? Это значит, что проклятые химфарм-гиганты, которые травят нас всякими безобразиями, что-то, наверное, среди этого пирамидона попадается, и что-то полезное, раз люди стали жить подольше. Понимаете, вот в чем дело. Может, работаем почище, может быть, не в шахте все, может быть, еще что-то, может быть, да не может быть, а точно это происходит. Тяжелый труд уходит, какие-то виды и далее. Поэтому где-то в глубине души многие, в общем, да и поработали бы еще, что там говорить. Да и работают. И работают, да. И денежки себе бы зарабатывали. Главное, чтобы они не чувствовали, что какая-то несправедливость постоянно к ним применяется. И что-то у них отнимают на каждом шагу. Только он отвернется, у него отщепнули что-то, да. Ксения, работа тоже, на секунду, работа тоже не наказание. Мы к ней наотносимся. Многие не уходят с работы, потому что это возможность жить. Тем более, Ксения, согласитесь, посмотрите, ведь смотришь, и женщины в возрасте и 50-60 лет, они вполне выглядят очень хорошо и могут работать. И дальше. И если да, вспомним классику, там, зашел старик, сколько ему там, 30 лет было, да? Знаменитая история. Или там, женщина бальзаковского возраста, это 30 лет. Но сейчас уже 30 лет, это только жизнь начинается. Только от мамы кто-то съезжает в 30. Александр Иванович. Я посмеюсь почему, потому что история дает нам наглядные уроки. Вы знаете, когда впервые, так сказать, возник пенсионный возраст 67 лет? Это была бисмарковская идея, да, до этого 70 лет обсуждали, да. Это не было связано ни с продолжительностью жизни, да, ни с какой там демографией, уж тем более не с фармой, да, ее тогда. Если она и была в рамках алхимии, да. Вот, поэтому всегда в основу ложится в первую очередь возможности, да, там, платить. Потому что, когда мы отодвигаем пенсионный возраст, мы тем самым сокращаем расходы пенсионного фонда на выплату, там, текущим, как бы, пенсионерам. Поэтому неизбежность связана с следующим, да, это не столько, так сказать, пенсионный возраст, потому что, например, те же самые немцы считают, что достаточно 5% ВВП роста обеспечивать ежегодно. Это хватит на то, чтобы, так сказать, купировать все проблемы демографического характера, да, увеличение продолжительности жизни. Вопрос выбора стратегии, да, то есть если у вас нет роста ВВП в 5%, вам ничего не остается, как подвигать пенсионный возраст вверх. Мы вот делали, когда исследование в 18-м году, как раз задавались вопросом, да, какой у нас пенсионный возраст мог бы быть, да, то есть вот нормальный с экономической, социальной точки зрения, психологической. И вот мы видели следующую вещь, что все-таки с 60 лет, хотите вы того или нет, да, так сказать, резко идет снижение занятости в экономике. Работу найти сложно. Не зря говорят о том, что везде в мире, не только у нас, возникает возрастная дискриминация. Она молодеет, она молодеет. То есть если раньше это было 60, 50 лет, сейчас уже, так сказать, говорят о 45-летних стариках, ну не физически, да, а тех, которые, так сказать, рынок труда не воспринимают. И основная проблема-то заключается в том, что если мы пытаемся повысить пенсионный возраст, нам надо найти ответ. Вот то, о чем вы говорили. Чем занять? На каких условиях занять? Да, коллеги, мы с вами так и находили поводы усмехнуться, и с юмором некоторые вещи говорили. Тем не менее, это очень сложная тема, очень болезненная. И я думаю, что для разрешения этой проблемы государство будет еще, ну не один год, наверное, работать. К этой теме мы еще обязательно вернемся с вами. По традиции нашей программы у нас с вами есть такая, знаете, изюминка, это краткое резюме, которое в течение 15 секунд каждый из вас может высказать. Пожалуйста. Ну я знаю, что депутаты сейчас работают над очередными поправками пенсионного законодательства. Надеюсь, что у них все получится на этот раз. Пенсионеры наши, пенсионеры нас заслужили того, чтобы жить лучше. Спасибо. Пожалуйста, Валерий. Старикам везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Хотелось бы, чтобы был почет, уважение, деньги и внутренняя такая уверенность человеческая, что жизнь твоя не только прожита не зря, но и не заканчивается. Давайте, пожалуйста. А мне бы хотелось, наверное, обратиться к своему поколению, и чтобы люди помнили, что, во-первых, нужно все-таки заботиться самостоятельно о будущей пенсии, то есть не только на государство полагаться, но и что-то делать самим, и помнить о том, что мы сейчас кормим пенсионеров. Не просто их жалеть, а все-таки платить эту пенсию. Ну, я бы хотел сказать следующее. Пенсионеры это не нахлебники, это люди, которые заработали свою пенсию, и они имеют право на достойную жизнь. Поэтому главная задача государства – обеспечивать это достоинство. Ну что, друзья, наша встреча подходит к завершению, и я бы хотел только от себя сказать, что, знаете, как говорится, хорошо бы на пенсии жить так, чтобы тратить время, но не тратить деньги. И в этом плане я желаю вам всем жить хорошо и уверенно. И на этом все. С вами был Павел Гусев. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова